Здравствуйте! Сегодня в течение дня проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню города Люберцы и Люберецкого района. Наши съемочные группы побывали на всех площадках, где проходят массовые гуляния, и попробовали себя в роли официантов, посадили дерево и освоили азы современных танцев в мастер-классе по хореографии. А теперь об этом и других событиях более подробно. В Люберцах продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В Люберецком районе прошла 10-я медианеделя. В городе в рамках программы «Снос ветхого жилья» снесли деревянный двухэтажный дом 26-го года постройки. В Краеведческом музее прошло чествование почетных граждан Люберецкого района. В Люберцах подходит к концу праздничное мероприятие в честь Дня города. Эстафета официантов, вертолетное шоу и праздник урожая «Дары осени» в репортажах наших корреспондентов. В этот раз начало торжественной части было запланировано на полдень. А с утра в Люберцах появилась еще одна аллея. В микрорайоне «Красная горка» глава Люберецкого района и города Люберца Владимир Ружицкий заложил аллею славы. В этот праздничный день город Люберцы стал зеленее. В микрорайоне «Красная горка» сегодня высаживают аллею славы. Липы, рябины и преимущественно каштаны расположились здесь в честь 75-летия битвы за Москву. Я счастлива, я рада, что у нас озеленяется район, что деревьев будет много и будет чем дышать, будет много свежего воздуха. Мы очень рады, мы очень счастливы. А в это время на центральной площади города шли последние приготовления. Предприятия торговли выставляли свою продукцию. Перед зданием администрации традиционно студенты представляют свою визитную карточку учебного заведения. Ваше будущее в ваших руках. Я думаю, найдете работу и в Люберцах, кто пожелает. Преимущественно в Люберцах. Именно готовим до Люберецкого района кадры. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Но мы сегодня с вами убедились, что люберецкие студенты питаются отменно, свою учебу и город любят. И уж точно не хотят спать, а напротив, очень активные. Ровно в полдень фанфары известили о начале торжественного мероприятия. В концертной программе были представлены все городские поселения. С приветственным словом выступил Владимир Ружицкий. Сегодня у нас всех праздник. Большой праздник. День рождения нашего города, нашего Люберецкого района. По сути, праздник каждой семьи. И мы в этот день вспоминаем всех, кто на протяжении веков славил Люберецкий край. И сегодня Люберецкий район по праву считается одним из самых мощных экономик Московской области. Мы интенсивно развиваемся. К празднованию Дня города было подготовлено много интересных как спортивных мероприятий, так и мастер-классов. Работала пылевая кухня. Мы находимся на аллее около Люберецкого дворца культуры. Здесь бесплатно всем желающим раздают солдатскую кашу, за которой выстроилась огромная очередь. Конца этой очереди я не вижу. Сейчас я тоже попробую солдатскую кашу. Очень вкусная каша, наварившая с мясом. Гуляни развернулись на многих площадках. Не остался в стороне и Наташинский парк. Традиционно в этот день в парке Наташинские пруды многолюдно. Здесь веселятся люберчане абсолютно всех возрастов. Сейчас рядом со мной юные люберецкие жители. И девчата, что вы пожелаете любимому городу? Я пожелаю, чтобы наш город процветал и все у него было хорошо. Я пожелаю, чтобы в городе не было войны и все занимались спортом. Я желаю, чтобы все жили в мире. Праздник набирает обороты. Впереди еще праздничный салют, который состоится в 9 часов вечера. На календаре считанные дни до начала отопительного сезона. Начнется ли он вовремя? Готов ли жилой фонд к зиме? В микрорайоне ВУГИ комиссия во главе с начальником управления ЖКХ города Эдуардом Сигаловым проверила итоги капитального ремонта двух домов и выслушала отзывы жителей. Буквально месяц назад эти дома выглядели совсем по-другому. Жилые здания, построенные больше 60 лет назад, долгое время нуждались в восстановительных работах. В этом году дома номер 5 и 8 в микрорайоне ВУГИ внесли в программу капитального ремонта. Местным жителям пообещали, постепенно такой облик будут иметь все жилые объекты в поселке. Мы очень довольны, что очень хорошо все сделали, все профессионально, хороший рабочий. Вот я живу в этом доме больше 30 лет и первый раз вижу, что вот так вот рабочие работают. Все, как говорится, как учили. Фундамент укрепили весь, хорошо сделали. Программа капитального ремонта действует в Люберецком районе с 2014 года. За этот период привели в порядок 350 многоквартирных домов. Всего в муниципалитете 2030 жилых станей. По словам Эдуарда Сигалова, половина из них нуждается в восстановительных работах. Если мы будем дальше двигаться в этом направлении, то через 5 лет, а программа действует до 1938 года, то через 5-8 лет у нас, во-первых, не останется лифтов, выслужившие свои сроки более 25 лет. Все лифты будут исправны и новые. А также все наши дома должны быть капитально отремонтированы к 2038 году. В этом году капитальный ремонт в Люберецком районе проводится в 117 домах. По поручению губернатора, работы, связанные с фасадами и системой отопления, должны завершиться к 15 сентября. Компании, которые отстают от графика, дали гарантийные письма. Выполнить поставленные задачи до 1 октября. В Люберецком дворце культуры состоялся праздник для приемных семей теплородного очага. Поздравить участников торжества приехал глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий. Сегодня в Люберецком районе проживает 780 детей, нуждающихся в опеке. В то же время у нас уже существует 256 семей, которые, презрев все трудности, связанные с воспитанием неродного ребенка, отдают все силы и тепло сердец маленькому человечку, волей судеб, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Ой, это большая ответственность. Очень большая. Наташа у нас уже 2010 года, уже 6 лет. Ой, начало было очень тяжело. Был детский садик пока. Потом школа еще, проблем прибавились еще. Ну, потом сейчас ничего, очень послушная. Стараемся воспитывать ее все-таки. У каждого ребенка свой путь в приемную семью. Кому-то из них потребовалось совсем немного времени, чтобы привыкнуть к новой жизни. Для кого-то это оказалось сложнее. Но главное, что дети вновь обрели свое счастье. Быть любимыми, понятыми и бесконечно дорогими. Вызывают, ну, знакомиться. И я обрадовалась очень сильно. Вот. Когда повели, сначала мы познакомились. Мне очень понравилось. На следующий день привезли всякие там, не знаю, конфеты, игрушки. Мне понравилось еще больше. И так я полюбила маму. Поздравить приемные семьи с праздником в Люберце приехала член Совета Федерации Лидия Антонова. Она рассказала, что в свое время Подмосковье стало одним из первых российских регионов, где на законодательном уровне начала разрабатываться и внедряться программа «Институт приемных семей». В Московской области приняты такие законы, которые позволяют помочь, в принципе, любому ребенку. И позволяют сплотить этими законами таких людей, как вы, уважаемые бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди и тети. На сцену Дворца культуры одна за другой поднимаются семьи, взявшие на себя заботу о детях, лишившихся родителей. Среди них бабушки, опекающие своих внуков, которые стали сиротами после трагических событий в семье. Среди них пары, воспитывающие ребятишек с проблемами по здоровью. Сегодня в России созданы все условия для таких людей. Мы, кто сегодня находится в муниципальной власти, будем стремиться быть вам максимально полезными. И я думаю, что вот я сейчас стою перед вами, всегда открыт. Поэтому, если есть вопросы, они могут быть, самые разные. Это и получить образование в наших школах, это, возможно, есть вопросы по здравоохранению. Не стесняйтесь подходить, а мы, естественно, вам будем помогать. Институт приемных семей продолжает развиваться. Показательно, что еще в 2001 году в Московской области их было всего пять. Сегодня это число возросло до трех с половиной тысяч. И более шести тысяч детей обрели возможность вновь сказать «У меня есть мама и папа». Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах в рамках программы «Снос ветхого жилья» снесли деревянный двухэтажный дом 26-го года постройки. В здании, которое с виду было еще крепким, могли в любое время обрушиться подгнившие перекрытия. Жильцы получили благоустроенные квартиры в новостройках на севере города. В этом доме неоднократно снимали фильмы. Приезжали журналисты из Москвы. Я сама просто лично видела и телевизионные фильмы, и художественные фильмы. В общем, все люди, которые выезжали с нашего дома, хоть и старые, все хотели получить новое жилье, но все уезжали, к сожалению. Хочется плакать. Искренне плакать хочется. Такие эмоции испытывают люди, когда видят своими глазами, как сносится их дом. Жилое здание, расположенное на поселке Калинино, прослужило почти век. За это время в нем выросло несколько поколений. Однако сейчас строительная экспертиза признала этот дом непригодным для проживания. Большой износ перекрытий и подгнивание местами могло привести к тому, что второй этаж обрушился бы на первый. В деревянном аварийном доме проживало 8 семей. Переселение в благоустроенные квартиры началось в марте текущего года. Люди получили новое жилье, исходя из той площади и количества комнат, которые они занимали раньше. Жители хотели желательно где-то получить квартиру рядышком или желательно в доме на этом месте. Но это, по сути, невозможно. Поэтому мы жильцов расселяем в тот фонд, который у нас есть, где ведется строительство. Поэтому мы с каждым нашли оптимальное решение, которое удовлетворило проживающего в этом доме. Такой же дом, расположенный по соседству, будет демонтирован в этом году. Сейчас в нем проживает одна семья. После сноса ветхих зданий планируется комплексное благоустройство территории бывшего завода имени Ухтомского. Луиза Егия-Зарян, Александр Орлов, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах в микрорайоне высшая школа открылся новый расчетно-кассовый центр. В нем люди смогут без комиссии оплачивать все услуги ЖКХ. Воспользоваться центром может житель любого района города. Расчетно-кассовый центр находится по адресу хлебозаводской проезд, дом 1. Это 30-я точка в Люберецком районе, где принимают оплату за услуги ЖКХ без комиссии. При выборе места расположения объекта учитывалось пожелание людей. Хлебозаводской проезд является большим пешеходным трафиком для людей. То есть люди по утрам идут в сторону электрички, в сторону маршруток и вечером идут обратно. То есть для них оставлять будет удобство зайти по пути, оплатить определенные услуги. Оплата услуг ЖКХ принимается как наличным, так и безналичным путем. Расчетно-кассовый центр охватывает около 40 домов, но воспользоваться его услугами могут жители со всего Люберецкого района. Порядка 15 компаний, управляющих, которые находятся на территории Люберецкого муниципального района, мало того, даже из поселений и Октябрьский, и Малаховка могут прийти сюда и заплатить без процентов. Расчетная касса работает по будням с 9 утра до 6 вечера. Для удобства жителей в ближайшее время воспользоваться услугами центра можно будет и по субботам. Луиза Егеазарян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Глава Люберецкого района города Люберца Владимир Ружицкий встретился в неформальной обстановке с подписчиками своей страницы в Инстаграм. В общении с главой участвовали представители молодежных организаций, некоммерческих объединений и жители района. Зрительный зал Люберецкого дворца культуры в этот вечер был заполнен до отказа. В основном на встречу с Владимиром Ружицким собралась молодежь, учащийся школ, техникумов и вузов, самые активные пользователи соцсетей, а потому находящиеся в самой гуще событий, которые происходят в городе и районе. На самом деле на эту встречу я пришел из-за своего гражданского убеждения, что должна быть связь между властью и народом. То есть я считаю, что обратная связь – это очень ценно и важно для нас, и таким образом, можно сказать, и отстает свою гражданскую позицию. Для разогрева аудитории и поднятия общего тонуса встречи выступили участники Красковского вокального ансамбля «Нотка», сразу же обозначив главное. Затем слово взял Владимир Ружицкий, отметив, что заинтересован в подобном общении, ведь только сообща можно решить многие вопросы, а подсказки, как говорится из народа, в этом деле играют не последнюю роль. Большое подспорье – многочисленное интернет-сообщество. Я лицо заинтересованное, чтобы как можно больше людей было вовлечено в то, что мы делаем, что происходит в Люберцах, в Люберецком районе. Юноша и девушки не подкачали. Лес рук вырастал из зала, когда глава очередной раз предлагал задавать вопросы. Мы все будущие выпускники, и нас зовут волонный такой вопрос, какие специалисты будут востребованы в ближайшее время в нашем городе. Профессия учителя будет востребована. Я хочу вам сказать, что жизнь так устроена, что мы время от времени болеем. Врач нужен будет? Нужен. Уже две профессии. Учащиеся Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина выдвинули предложение обустроить в Люберцах сквер в честь первого космонавта планеты. Вы, люберчане, знаете город. И если где-то мы видим, что какое-то место можно обустроить, будем это делать. Почему нет? Я согласен. С интересом глава выслушал предложение. Использовать местные таланты при проведении различных мероприятий, в частности, на День города. Местный талант по имени Павел сразу же продемонстрировал свои возможности. Я готов один раз праздновать день рождения, словно подарить шанс. Вот и сейчас наш любимый город стал старше. В ходе диалога выяснилось, что юное поколение люберчан волнует проблемы не только касающиеся школы, трудоустройства, молодежной политики. Ребята задавали вопросы о своевременной уборке мусора, об отсутствии уличного освещения и другие. Владимир Ружицкий призвал их оставлять свои предложения и замечания в комментариях на его странице в Инстаграм. Когда приходит что-то, скажем, в виде жалобы, предложения сюда, то я перекидываю своим уже коллегам, помощникам, заместителям. И они это знают, они начинают с этой темой работать. Проблемами, которые озвучили ребята, займутся в первую очередь представители управления по работе с молодежью. Ольга Щевелева, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. В Кровеческом музее прошло участвование почетных граждан Люберецкого района. Все они внесли значительный вклад в развитие городских поселений. Поздравить именитых земляков пришли руководители района, главы поселений, представители общественных организаций. Торжественный прием, экскурсия и теплое чаепитие. Так в Кровеческом музее встретили почетных жителей Люберецкого района. Традицию отмечать праздник в честь люберчан, внесших вклад в развитие района ежегодно в первую среду сентября, ввел Владимир Петрович Ружицкий. Мы в свое время сделали такой фундамент, который даже кто-то пытается разрушить, никогда не получится, потому что он мощный. За что, конечно, вам огромное спасибо. В Люберецком районе высокого звания почетный гражданину достойно более 50 человек. Все люди известные, активные, талантливые. Здесь ветераны Великой Отечественной войны, врачи, ученые, спортсмены и даже знаменитая женщина-вертолетчик. 15-кратная рекордсменка по парашютному спорту Инна Капец. Полное право. Где бы я ни была, мне просто часто приходится ездить. Я всегда говорю, я к вам приехала из Люберец, родины вертолетостроения. Патриотизм, верность делу и гордость за свою родину – это те качества, которые отличают этих людей. Сегодня праздник для них создавали известные люберецкие артисты и дети – наше будущее. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. 8 сентября несколько люберецких средств массовой информации отпраздновали свои юбилейные даты. 85 лет исполнилось районному радио. 10 лет со дня основания отметили Люберецкое панорама и информагентство. В рамках праздничной программы в Люберецком дворце культуры прошли конкурсы и розыгрыши, награждения юбиляров и концерт. История люберецкой журналистики берет свое начало с далекого 1931 года. Именно тогда вышла в свет первая районная газета «Ухтомский пролетарий». В этом же году появился радиоузел. Популярные в то время информационные выпуски люберчане услышали одними из первых в Московской области. На сегодняшний день Люберецкий район занимает достойное место в системе информирования населения. Три телекомпании, радио, районные газеты и интернет-порталы. 55 сотрудников местных СМИ являются членами Союза журналистов Подмосковья. И главное не только наличие всех этих ресурсов, а их постоянное развитие. Радио сегодня переходит на новые форматы. У нас есть сайт онлайн, то есть мы опробуем этот вариант. А газета, она тоже выходит на онлайн-пространство. Сегодня есть заказ, такая потребность у читателей в электронном виде знакомиться с новостями. Десятая медианеделя Люберецкого района совпала с несколькими знаменательными датами. Журналисты газеты «Люберецкая панорама», а также сотрудники местного радио отмечают в этом году свои юбилеи. На торжественное мероприятие пригласили людей, которые долгие годы посвятили себя работе в средствах массовой информации. Специально для них и для гостей праздников АЕ возле актового зала организовали выставку, в которой отражена история развития местной печати и радио. Мы всегда работали на Люберецкой земле. Мы знали своих радиослушателей очень часто в лицо. И они нас знали. К сожалению, проводное вещание сегодня на излёте. Считается, что оно умирает, но умирает только само вещание, в смысле технической стороны. Не умирает опыт, не умирает желание работать и не умирает интерес радиослушателей к нам. Поздравить люберецких журналистов пришли не только первые лица города и района, но и представители Совета Федерации. Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за это мужество, которое присутствует в вашей профессии. Вы всегда на виду. Даже если вы берёте псевдоним или вы не помечаете материал, кто его подготовил, всегда все понимают, кто это. И это мужество – сказать правду или поднять тему, которая может оказаться очень сложной. Символично, что праздник состоялся в Международный день солидарности журналистов. Поэтому в актовом зале Дворца культуры собрались не только виновники торжества, но и их коллеги по цеху. Сотрудники люберецкого районного телевидения поздравили юбиляров и вручили им памятные подарки. Это и ваши юбилеи, и наши юбилеи, потому что мы одна большая журналистская семья. И, конечно же, мы вам ещё раз будем сказать, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. И мы знаем, что мы всегда получаем от вас поддержку. Для гостей мероприятия выступили вокальные, танцевальные и театральные коллективы. Праздничный концерт продлился около трёх часов. В перерывах между выходами артистов лучшим представителям люберецких СМИ вручали грамоты и благодарственные письма. Луизия Якеазарян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Общественный совет журналистов Люберецкого района собрался в рамках 10-й медианедели. Руководители и главные редакторы телевидения, радио, газет и интернет-сайтов обсудили, как обеспечить качественное информационное пространство, доступное для населения. Далеко не каждое муниципальное образование может похвастаться таким количеством средств массовой информации, как Люберецкий район. Три телекомпании, около десяти газет, радио и многочисленные сайты в интернете позволяют охватить обширную территорию, донести до жителей полную информацию о том, что происходит в районе. Вы держите руку на пульсе даже больше, чем я, потому что зачастую, знаете, больше, чем я. В контакте с людьми в этом здании, но и в контакте с жителями. Поэтому у вас информация в этом здании гораздо больше. Развитая информационная инфраструктура позволила Люберцам претендовать на право установки у нас культурной композиции, посвященной журналистам Подмосковья. Сегодня прорабатывается вопрос о месте расположения памятника. Скорее всего, он будет воздвигнуть на границы нашего города с Москвой по адресу Октябрьский проспект, дом 1. Той журналист спросил, уже занимается поиском финансирования этого дела. Вот, бросим плеч, все, кто будет помогать, будет там также быть впечатлен в историю. То есть для нас это, конечно, очень большой вызов, что памятник у журналистов Подмосковья будет именно на греческой земле. И здесь у нас, в общем-то, не платят традиции журналистки. Поэтому надеемся, что будет все здорово. На заседании прозвучала информация об интернет-сайте «Инфолюберцы», который появился год назад. Его редактор Ирина Оськина рассказала о цели создания сайта, о проектах, в которых участвуют журналисты. Город и продолжение нашей квартиры дома, неравнодушное отношение жителей позволяет улучшать его наступит, обращать внимание с партнерами власти на городские проблемы, вместе их решать. Присутствующий на встрече зампредседателя городского совета депутатов Сергей Черкашин озвучил пожелания люберчан, касающиеся свободного доступа в электронные архивы газет, а не только по электронной подписке. В конце заседания за вклад в развитие средств массовой информации Люберецкого района Владимир Ружицкий вручил журналистам почетные грамоты и благодарственные письма. Ольга Щевелева, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Стартовал новый сезон школы юнкоров Люберецкого района. С 2007 года школа помогла получить профессиональные навыки многим юношам и девушкам. Они прошли обучение у опытных сотрудников местных СМИ, поступили в высшее учебное заведение на профильные специальности. Первая встреча школьников, решивших научиться основам журналистики, с их будущими преподавателями состоялась в Центре развития образования. Многие ребята уже попробовали свои силы в написании статей в школьные газеты. А у некоторых даже есть возможность проявить себя, занимаясь тележурналистикой. Правда, пока на уровне учебного заведения. Но лишних знаний, как говорится, не бывает. Так как в нашей школе образовано школьное телевидение «Интерес ТВ», мне нужны были навыки по журналистской направленности. Поэтому я пришла учиться сюда, чтобы узнать, как правильно брать интервью, написать тексты. Занятия школы юнкоров в основном будут проходить в редакции газеты «Люберецкая панорама». Также запланированы встречи юных корреспондентов с журналистами Люберецкого районного телевидения и радио Люберецкого района. Школу юного корреспондента возглавляет в редакции Борисов Иван Егорович. Может быть, кто-то из вас слышал это имя. Это писатель Люберецкий. У него вышло уже несколько книжек-сказок. Это профессиональный журналист, который может многому вас научить. Вместе с тем, обучение в школе юнкоров может стать полезным для любого молодого человека. Лёгкость в общении с людьми и умение наладить контакт всегда пригодится в жизни. Надеюсь, школа юнкора поможет мне внятно объясняться, хорошо выражать свои мысли и чтобы мои статьи в будущем читали. Но самое главное – полученные профессиональные знания могут стать ощутимым подспорьем при поступлении в высшие учебные заведения. Примеров, когда люберецкие выпускники школы юнкоров становились студентами факультета журналистики, можно привести немало. Я занималась и в редакции Люберецкой панорамы, и Люберецкого районного телевидения, на радио пару раз тоже ходила. И мне это на самом деле помогло при поступлении, потому что я писала статьи, я ездила на съёмки, репортажи мы снимали. Выступившая на встрече редактор интернет-сайта инфолюберцы Ирина Оськина пригласила ребят поучаствовать в его работе, направлять небольшие новости о школьных мероприятиях и интересные фотографии. Районная школа юнкоров начнёт свою работу 6 октября. Ольга Щевелёва, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Люберецкие вездеходы-амфибии успешно находят своих заказчиков. Журналисты районных средств массовой информации посетили местные предприятия, где производят уникальные машины, и приняли участие в круглом столе с представителями Люберецкого союза промышленников и предпринимателей. Ежегодно в рамках «Медиа-недели» Союз журналистов Люберецкого района организует встречи представителей СМИ и местной промышленности. На этот раз общение прошло на территории предприятия, где производят уникальные вездеходы-амфибии. У нас есть собственное конструкторское бюро, конструкторский цех, где мы проводим все перспективные разработки, испытываем их и воплощаем, собственно говоря, в жизнь. За 20 лет работы компании здесь было создано 10 моделей вездеходов. Всего с начала основания предприятие реализовало уже более 4000 автомобилей. В производственных цехах трудятся в основном молодые специалисты. Каждая машина собирается вручную и с учетом индивидуальных пожеланий заказчика. Аналогов такому легкому и прочному колесу нет во всем мире. На предприятии говорят, сначала мы придумали колесо, а потом уже разработали весь автомобиль. Люберецкий вездеход-амфибия в воде не тонет, а также не разрушает растительный покров, поэтому может использоваться в заповедных зонах и тундре. Несмотря на уникальные разработки, предприятие, как и многие другие, тяжело переживало экономические кризисы. Об этом, в частности, шел разговор за круглым столом с журналистами Люберецкого района. Генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Люберецкого района Михаил Ананькин рассказал о поддержке, которую Союз оказывает малому и среднему бизнесу. Многие вопросы можно успешно решать сообща. Люди начинают задумываться о том, чтобы попробовать сообща, поменять, наверное, правила той игры, в том числе экономические правила игры, которые бы позволили им и, соответственно, тем сотрудникам, нашим жителям района, в общем-то, жить лучше и хорошо, так, как позволяет их таланты и умения и все остальное. В течение года после предыдущей медианедели Люберецкий союз промышленников и предпринимателей организовал ряд встреч с представителями власти бизнеса для решения вопросов, которые мешают развиваться экономике района. На сегодня подготовлен проект обращения к коллегам в Московский союз для привлечения внимания к проблемам предпринимателей на уровне областного правительства. Вадим Акентьев, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах состоялась третья областная конференция молодежных медиа-центров Подмосковья. Форум собрал руководителей объединений, молодых журналистов, блогеров и других представителей творческих профессий. Идея таких конференций родилась в прошлом году в областном правительстве. Во многих городах Подмосковья пробуют свои силы в местных средствах массовой информации талантливой молодежь. Поддержать их инициативу, создать в будущем молодежные медиа-центры во всех муниципалитетах Московской области. Такие задачи поставил губернатор перед организаторами медиа-форума. Первые два прошли в Одинцове и Красногорске, третий в Люберцах. Главная цель вас научить, каким образом получать информацию, каким образом ее доводить и ставить острые вопросы, не считаясь ни с какой креатурой в структуре власти. Развитие профессиональных навыков – это основное содержание программы конференции. Спикеры всегда разные. На этот раз перед молодежью выступили преподаватели факультетов журналистики московских вузов, блогеры и медиа-эксперты. Основатель ассоциации комьюнити-менеджеров Федор Скуратов рассказал о стратегии создания различных сообществ, например, для реализации своей мечты. Но прежде он познакомил слушателей с новым для многих понятием. Комьюнити-менеджеры – это люди, которые объединяют других и двигают других к какой-то общей цели, и решают совместно с другими людьми какую-то задачу. Как я уже сказал, чаще всего бесплатно. В Люберецком районе действует несколько молодёжных объединений, в которых ребята занимаются журналистикой. И на них уже возлагаются определённые надежды. Мы прежде всего перед своим молодёжным медиа-центром в Люберецком районе ставим задачи как можно активнее включаться в социально-экономические процессы, происходящие в Люберецком районе, смотреть на все стороны жизни, смотреть на социальные вопросы, проблемы на политические, вникать в деятельности органов власти, советов депутатов наших организаций общественных. Многие молодые журналисты, руководители групп в социальных сетях, блогеры, фотографы, видеооператоры уже не в первый раз участвуют в таких медиафорумах. Мне интересна журналистика, мне нравится фотографировать, нравится брать интервью, я думаю, что я продолжу в этой сфере работать. Третья областная конференция молодёжных медиа-центров в Подмосковье не последняя в этом году. Будет и четвёртая. По итогам всех форумов организаторы, возможно, примут решение сделать такие встречи традиционными и с более насыщенной образовательной программой. Вадим Акентьев, Никита Скраган, Люберецкая районная телевидение. В Российском государственном университете туризма и сервиса прошло занятие с народными дружинниками из городов Московской области. Участники общественной организации «Люберецкая народная дружина» рассказали коллегам о своей деятельности, обсудили правовые вопросы и затронули тему оказания первой медицинской помощи. Обучение народных дружинников состоит из нескольких направлений. Участник общественной организации должен быть компетентен не только в правовых вопросах, но и знать о правилах оказания медицинской помощи и иметь организационные навыки. Вступить в штат дружины может любой человек, достигший совершеннолетнего возраста. На сегодняшний день к организации присоединилось порядка 60 добровольцев. Это все наши местные граждане, которые считают, что обеспечение правопорядка зависит не только от органов полиции, но и от каждого гражданина, от его бдительности и от его желания взаимодействовать с прохранительными органами и помогать им. Обучение народных дружинников проходит при поддержке Главного управления региональной безопасности. Площадкой для теоретических и практических занятий стал Университет туризма и серфиса, в котором создан специальный волонтерский центр. Это мероприятие сегодняшнее открывает цикл образовательных мероприятий для вовлечения граждан в деятельность народных дружин, чтобы все-таки понимали, зачем нужно это движение и каким образом оно может помогать становлению лучшей жизни в нашем любимом Люберецком районе. Студенты этого вуза принимают активное участие в мероприятиях, проводимых народными дружинниками. Некоторые из них уже вступили в ряды общественной организации. Привлекаю молодёжь к вступлению в народную дружину, которая будет помогать правоохранительным органам в борьбе и с хулиганством, и с преступностью на территории Люберецкого муниципального района. Следующий этап обучения народных дружинников – отработка навыков самообороны. Занятия пройдут 9 числа в помещении университета туризма и серфиса. Луизия Якиазарян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. На прошлых выходных окрестности Можайска стали центром притяжения для сотен жителей и гостей региона. На поле около села Бородино прошли торжества в честь легендарного сражения 1812 года. На масштабной исторической реконструкции побывала и наша съёмочная группа. Отправной точкой в зарождении движения реконструкторов величайшего сражения Отечественной войны 1812 года можно считать год 1988. Сегодня, благодаря энтузиастам, участвующим в этом грандиозном мероприятии, Бородинское поле, не имеющее географического названия ни на одной карте России, известно не только в нашей стране, но и за её пределами. Мы посещаем данную реконструкцию уже не первый год, наверное, даже более 10 лет, и каждый раз захватывающее ощущение от всего происходящего. Во-первых, это воспоминания о том, как наши предки сражались, а во-вторых, это нужно нашим будущим потомкам, чтобы помнить, как всё это было. День памяти объединяет поколения и страны. По традиции, каждый год у главного монумента, воздвигнутого в честь российских воинов-героев Бородина, проходит панихида об усопших. В памятном мероприятии принимают участие и представители Франции, чьи соотечественники сложили свои головы на Бородинском поле. Дань памяти – это и есть молитва. Это самая действенная память о наших предках, усопших и особенно погибших на этом месте, которые творили историю России, которые здесь защищали своих родных, отечества, всех нас, жителей последующих времён. Баталия 26 августа 1812 года стала самой кровопролитной в военной истории того времени. Фельдмаршал Кутузов говорил, «Сей день прибудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю». Сегодня на Бородинском поле никто не погибает, но впечатления от реконструкции грандиозные. Ведь в сражении принимают участие уланы, драгуны, гусары, гренадеры, керасиры, пехотинцы и артиллеристы. Их костюмы и амуниция создают полное погружение в историю. «Это наше удовольствие, которое мы можем, наверное, поделиться с другими. Мы много умеем, мы много знаем, мы ездим вверху, мы умеем фехтовать. Если относиться к этому как к чистой кадре, то ничего оно не стоит. Но если понимаешь, что за каждой этой игрой растет уважение к себе, уважение к своей семье, уважение к земле, где ты живешь, если твои дети вместо того, чтобы сидеть целыми днями в компьютере, приезжают сюда и начинают понимать, что такое действительно было, что есть и что может с ними быть, если они будут любить все это делать, то, конечно, это стоит». Неотъемлемая часть реконструкции – женщины. Для многих из них участие в подобных мероприятиях является любимым делом, которому посвящается все свободное время. «В реконструкции вообще на маркетантках полки держатся, на самом деле, если так, как бы это не смешно звучало. А на самом деле, в исторической действительности, во французской армии, маркетантки – это была штатная должность, для которых выдавался патент, и которые обеспечивали армию едой и напитками в процессе похода и на биваках». «Погружение в эпоху. Я с детства мечтала о красивом платье, о красивых платьях. И когда мне исполнилось 16 лет, я узнала, что есть Бородино, сшила себе первое платье ампирное, завышенной талии, совершенно случайно нашла книгу по историческому костюму и начала ездить». С каждым годом Бородинское поле привлекает все больше людей, которым интересно воочию наблюдать за событиями, во время которых ковалась слава русского духа и русского оружия. Благодаря любителям военно-исторической реконструкции, с большей гордостью воспринимаешь слова Наполеона, который писал «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой». Французы в нем показали себя достойными одержать победу, но русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений, мною данных, в битве под Москвой высказано французами наиболее доблести и одержан наименьший успех. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Далее наш эфир продолжит новости городских поселений. Проверка готовности аварийно-восстановительных бригад к предстоящему утопительному сезону состоялась в Красково. На территории водозаборного узла номер 2 были выставлены техника и оборудование, которое применяется при плановых и аварийных работах. В городском поселении сформировано две бригады для устранения нештатных ситуаций на жилом фонде. Столько же для ремонта канализационных, водопроводных и тепловых трасс. Одна бригада в случае необходимости выезжает для восстановления электроснабжения. До начала отопительного сезона осталось совсем немного времени. Красковские коммунальщики готовы к нему на 98%. Жилой фонд весь у нас опрессован. Паспорта готовности мы сейчас согласовываем к ЖИ. На каждый дом у нас выходит государственная жилищная инспекция для проверки. Котельные у нас готовы все, водопроводные станции тоже все готовы, канализационные все. И также подстанции, которые у нас есть, основной питающий центр РТП-10, он тоже готов к осенне-зимнему периоду. И все подстанции. После осмотра техники глава Краскова Владимир Волков поблагодарил рабочих за труд на благо жителей. И напомнил, что по любым вопросам личным и касающимся развития ЖКХ можно обращаться к нему лично или через директора управляющей компании. В принципе, задачи по модернизации предприятий жилищно-коммунального комплекса не только стоят в местной администрации на первом месте, но и постепенно решаются. Мы поставили опять задачу по строительству новой котельной, чтобы уйти от частных. И на территории Внестром будет построена новая котельная. У нас также идет реконструкция ВЗУ-21, в которой будет установлена станция обезжелезования. Таким образом, проблема некачественной воды будет окончательно решена. И, как заверил Владимир Волков, все объекты ЖКХ будут строиться по принципу, введенного в строй полтора года назад в ВЗУ-2. Это будут современные, мощные, отвечающие всем требованиям по предоставлению качественных услуг населению объекты. Ольга Щевелева, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда крыша не течет. В Малаховке продолжается капитальный ремонт жилого фонда. В этом году работы проводятся на 13 домах. На 7 зданиях проводится ремонт по мягкой кровли. И на 5 зданиях проводится ремонт жесткой кровли. Это металлочерепицу будем стелить. Также проводится замена холодного, горячего водоснабжения и труб отопления. По распоряжению губернатора Московской области и главы Люберецкого района, работы по капитальному ремонту должны закончиться к 15 сентября. И хотя, по словам представителя Малаховской администрации, погода иногда притормаживает кровельщиков все запланированные мероприятия, подрядчик обязуется завершить в срок. Не за горами и отопительный сезон. В настоящий момент Малаховка готова на 95%. Остались мелкие штрихи, которые мы в течение 2-3 дней сейчас доделаем. И также войдем в отопительный сезон полностью готовыми. Кроме того, за лето в Малаховке были приведены в порядок все котельные. От тестированной системы канализования, тепла и водоснабжения. Предстоящая зима, уверены чиновники, не принесет местным жителям неприятных сюрпризов. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Изменения в Томилинском лесопарке происходят практически каждый день. Основной объем строительных работ завершен, и теперь осталось декоративное оформление парка. Вдоль центральной аллеи высадили клумбы и разбили цветочные композиции в виде лебедя и белки. На деревьях появились необычные скворечники, изготовленные специально для сказочного парка. Особо позаботилась Томилинская администрация и глава поселка о безопасности отдыхающих. Сейчас мы уже в парке установили видеонаблюдение. Это видеонаблюдение вывели на пульт правозащитных. Видеонаблюдение также есть у нашей полиции. Установили сейчас две тревожные кнопки в парке. То есть те люди, которые будут гулять, отдыхать в парке, если будут происходить какие-то антисоциальные действия, то есть какие-то бульганские, всегда можно подойти к тревожной кнопке и вызвать наряд полиции. Я тоже считаю это немаловажным. На минувшей неделе в парке произвели санитарную обработку от вредных насекомых и в частности клещей. Так что прогулкам по парку теперь ничто не навредит. Вдоль центральной аллеи в тематических зонах отдыха установили 30 лавочек и урн. А у главного входа в парк появился путеводный камень. На входе мы здесь установили такой камень, значит, ну как в старых сказках наших, да, российских. Суть там следующая, что прямо пойдешь, к речке придешь, налево пойдешь, в сказку попадешь, направо пойдешь, в игру попадешь. То есть мы как бы, так сказать, обозначили основные направления, когда мы заходим по центральной аллее. Ну, я считаю, в общем, такая неплохая идея. Вот. Надеюсь, всем понравится. После 10-го числа на поляне сказок должны быть установлены бронзовые скульптуры персонажей из сказок Пушкина. А 16 сентября в 16.00 состоится праздничное открытие Томилинского парка сказок. Принять участие в историческом для поселка событии глава Томилина Игорь Дворников приглашает всех жителей и гостей Томилина. Я хотел бы всех наших жителей поселка Томилина пригласить на открытие. Мы планируем его 16 сентября 16.00.2016 года. Евгения Семина, Андрей Скрипкин, Томилина ТВ На этом наш информационный выпуск завершен. Я, Вадим Акентев, с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин